Ну что, ребята, я вас поздравляю уже на половину с или новогоднее обновление 0.27.0, которое мы все так долго ждём. И сегодня вы узнаете, что же будет в этом обновлении, ведь разработчики сами его спалили. Но перед началом видео мне вот очень интересно знать, ждёте ли вы Новый год или нет. Если же ты ждёшь Новый год, то прямо сейчас пожми лайк под этим видео. Я хочу посмотреть, сколько людей ждёт Новый год так же, как и я. Лично я очень сильно жду Новогодние праздники. И вообще Новый год всегда был моим самым любимым праздником. Если же вы его не ждёте, то лайк можете не ставить, а если вы очень сильно ждёте, то поставьте лайк. Кстати, все важные новости, концепты и сливы обновления будут у меня в Телеграме, поэтому ссылочка на него в описании, вы можете на него подписаться. Потому что сейчас будет очень много сливов и информации, поэтому я советую вам подписаться на мой Телеграм, чтобы не пропустить ни одной важной детали. Ну а теперь давайте перейдём к самому обновлению. Вчера ночью нашли рекламу нового обновления. Сама реклама была замещена в ТикТоке и какой-то человек на неё наткнулся. И там было видно, что нас ждёт новогодний Сэндстоун. И, кстати, Сэндстоун будет как раз таки в закладке бомбы, поэтому это даже не Сандьяц, это полный Сэндстоун новогодней стилистики. Также нас ещё ждёт новогодний Виллэдж. Я думаю, вы знаете карту Виллэдж и на ней, если честно, очень мало кто играет. Я даже на ней играю очень редко. Но теперь её хотят сделать в новогодней стилистике. И представьте, как же будет выглядеть карта Виллэдж в новогоднем стиле, и это будет смотреться очень круто. Также само обновление будет называться Frosty Chaos. И если вы не шарите за английский, то это в переводе Морозный Хаос. Когда я увидел само рекламное видео, я подумал, что это какой-то фейк. Но всё сделано настолько правдоподобно, и уже много раз доказали то, что это официальная реклама от Axel Ball. Также в это обновление добавят удалённый скин Glock Burst. И вот так вот он будет примерно выглядеть. Это, конечно, не прям идеальный Glock. Я считаю, что Glock Frozen выглядит намного лучше. Но выглядит тоже неплохо. Ну и, скорее всего, этот Glock будет в каком-нибудь пассе. А когда же ждать сам Тейлер и новогоднее обновление? Вот смотрите, у нас недавно добавили вот такую акцию Trioset и Sharp Sale. И они заканчиваются через 12 дней. А сейчас, на данном моём записи ролика, 5 декабря. И то есть 17 декабря этой акции уже не будет. И что-то мне кажется, что именно через 12 дней будет Тейлер новогоднего обновления. А уже через пару дней после выхода Тейлер и выйдет само обновление, как это всегда и происходит. Скорее всего, по моим предположениям, будут в пассе новогодние ножи. А новогодние ножи я очень люблю. Какого-то нового ножа не будет 100%. Насчёт рулетки тоже пока неизвестно. Но я бы не хотел, чтобы её добавили. Потому что это тупо сливы голды. И второй раз подряд добавлять рулетку, это тоже полный бред. Также ходят слухи о том, что уберут в магазине какой-то кейс. Но я думаю, что на Новый год разработчики этого не сделают. Хотя я очень сильно надеюсь, что в этом обновлении будет действительно что-то необычное. На самом деле, разработчики очень хорошо умеют делать новогодние обновления. Вот просто посмотрите на прошлое новогоднее обновление. Согласитесь, что это вообще кайф. Да и тем более, новогодняя карта Саньяртс, новогодняя тренинг Аутсайд. Также на карте Саньяртс, я помню, был огромный такой кит, на который мы пытались запрыгнуть. И такие штуки действительно нравятся игрокам. И я очень хочу, и я не хочу, я требую, чтобы добавили что-то похожее. Ну и либо же, возможно, придумали что-то еще очень крутое, чтобы было приятно играть в новые режимы. И на новогодних картах тоже было приятно бегать. Мы еще не раз увидим сливы новогоднего обновления. И тогда уже совсем скоро мы поймем, что же точно будет в этом обновлении. Но как минимум уже будет две карты. Новый пас, это в принципе понятно. Также в новом режиме вместо крови будут конфетти. И еще как-то разработчики в новом режиме украсили гранаты. А как вы знаете, гранатами можно пользоваться только в соревновательных матчах, либо же в закладке бомбы. Но не как в ивентовых режимах. Нам остается только ждать и надеяться на то, что обновление будет действительно крутым. Не скучным, как это бывает часто с другими обновлениями. А реально веселое новогоднее обновление. Где передастся та самая новогодняя атмосфера. Будут реально крутые режимы и придумают что-нибудь интересное. На этом все, ребята. Огромное спасибо за просмотр. И до скорых встреч.